Чехов, жилец. Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательница меблированных комнат Тунис, человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. — О, злая, глупая, тупая тварь! — бормотал он, сжимая кулаки. — Связал же меня черт с тобой! Ух! Чтобы перекричать эту ведьму, надо быть пушкой! Брыкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь посудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось брониться, кричать, топать ногами. И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала ему навстречу неисправного плательщика, музыканта Халявкина, жильца тридцать первого номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то ко всем чертям, но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одной рукой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито. — А, это вы! Послушайте, милостивый государь, когда же, наконец, вы уплатите за квартиру? Уж две недели, как вы не изволите платить, милостивый государь! Я велю не топить! Я вас выселю, милостивый государь, черт побери! — Вы мне мешаете, — ответил спокойно музыкант. — Аре-ревуар! — Стыдитесь, господин Халявкин, — продолжал Брыкович. — Вы получаете сто двадцать рублей в месяц и могли бы исправно платить! Это недобросовестно, милостивый государь! Это подло в высшей степени! Ключ, наконец, щелкнул, и дверь отворилась. — Да-с, это нечестно! — продолжал Брыкович, входя за музыкантом в номер. — Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу! — Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то вы у меня тут пожару наделаете! Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения! Халявкин поглядел пьяными веселыми глазами на Брыковича и ухмыльнулся. — Решительно не понимаю. — Чего вы кипятитесь? — пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы. — Не понимаю. — Положим, я не плачу за квартиру. — Да, я не плачу. — Но вы-то тут при чём, скажите на милость? — Какое вам дело? — Вы тоже ничего не платите за квартиру. — Но ведь я же не пристаю к вам. — Не платите, ну и бог с вами не нужно. — То есть как же это так? — Так, хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга. — Вы тут такой же жилет с тромбоном, как и прочее. Не ваши номера, стало быть, какая надобность вам беспокоится. Берите с меня пример, ведь я не беспокоюсь. — Вы за квартиру ни копейки не платите. И что же? — Не платите и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь. — Я вас не понимаю, милостивый государь, — пробормотал Брыкович и стал в позу человека, оскорблённого, готового каждую минуту вступиться за свою честь. — Впрочем, виноват. — Я и забыл, что номера вы взяли в приданное. — Виноват. — Хотя, впрочем, если взглянуть с нравственной точки, — продолжал Халявкин, покачиваясь, — то вы всё-таки не должны кипятиться, — ведь они достались вам да даром за понюшку табаку. — Они, ежели взглянуть широко, — столько же ваши, сколько и мои. За что вы их присвоили? За то, что состоите супругом? Эка важность! Быть супругом вовсе не трудно. — Батюшка мой, приведите ко мне сюда двенадцать дюжин жён, и я у всех буду мужем бесплатно. Сделайте ваше такое одолжение! Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить. Потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу. — Как вы смеете мне говорить это? — прошепел он. — Как вы смеете? — Позвольте, — забармотал Халявкин, пятясь назад. — Это уж выходит фартиссимо. Не понимаю, чего вы обижаетесь. Я ведь это говорю не в обиду, а в похвалу вам. Попадись мне, дама, с такими намерящими, так я с руками и ногами. — Сделайте такое одолжение. — Но, но как вы смеете меня оскорблять? — крикнул Брыкович и опять стукнул кулаком по столу. — Не понимаю, — пожал плечами Халявкин, уже не улыбаясь. — Впрочем, я пьян. Может быть, и оскорбил. — В таком случае, простите, виноват. Мамочка, прости первую скрипку. Я вовсе не хотел обидеть. — Это даже цинизм, — проговорил Брыкович, смягчившись от умильного тона Халявкина. — Есть вещи, о которых не говорят в такой форме. — Ну-ну, не буду, мамаша, не буду руку. — Тем более, что я не подавал повода, — продолжал Брыкович обиженным тоном, окончательно смягчившись, но руку не протянул. — Я не сделал вам ничего дурного. — Действительно, не следовало бы поднимать этого щекотливого вопроса. Сболтнул с пьяну и с дуру. — Прости, мамочка. — Действительно, скотина. — Сейчас я намочу. — Холодной водой голову и буду трезв. — И без того мерзко, отвратительно живется. А тут вы еще с вашими оскорблениями, — говорил Брыкович, возбужденно шагая по номеру. — Никто не видит истины, и всякий думает и болтает, что хочет. — Воображаю, что за глаза говорят тут в номерах. — Воображаю. — Правда, я не прав. Я виноват. Я виноват. Глупо с моей стороны было набрасываться на вас полночь из-за денег. Виноват. Виноват. Но надо же извинить, войти в положение. А вы бросаете в лицо грязными намеками. — Голубушка, да ведь пьян. — Каюсь и чувствую. Честное слово чувствую. — Мамочка, и деньги отдам. Только получу первого числа, так и отдам. — Значит, мир и согласие. — Браво. — Ах, душа моя, люблю образованных людей. Сам в консерватории не выговоришь, черт, учился. Халявкин прослезился, поймал за рука вшагавшего Брыковича и поцеловал его в щеку. — Эх, милый друг, пьян я, как курицин сын, а все понимаю. Мамаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар. У вас тут такой закон, что после одиннадцати часов и по коридору не гуляй, и самовара не проси. А после театра страсть, как чаю, хочется. Брыкович подавил пуговку звонка. — Тимофей, подань господину Халявкину самовар, — сказал он явившемуся коридорному. — Нельзя-с, — пробасил Тимофей, — барыне не велели после одиннадцати часов самовар подавать. — Так я тебе приказываю, — крикнул Брыкович бледнее. — Что ж тут приказывать, коли не велено, — проворчал коридорный, выходя из номера. — Не велено? Так и нельзя. Чего тут? Брыкович прикусил губу и отвернулся к окну. — Положение-с, — вздохнул Халявкин. — Да, нечего сказать. — Ну, до меня конфузится нечего. Я ведь понимаю всю душу насквозь. — Знаем мы эту психологию. — Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают. Выпьешь водочки, а? Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брыкович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может, от того, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же биден, но свободен, его лицо стало еще мрачнее и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул. — Скверно живется, — сказал он и мотнул головой. — Мерзко! Вот вы меня сейчас оскорбили, коридорный оскорбил. И так без конца. А за что? Так, в сущности, ни за что! После третьей Брыкович сел на диван и задумался, подперев руками голову. Потом печально вздохнул и сказал, — Ошибся! Ох, как ошибся! Продал я и молодость, и карьеру, и принципы. Вот и мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит! От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил, — О, что за жизнь, если бы ты знал! А признаешься, скажи по совести, — спросил он, глядя пристально в лицо Халявкину, — скажи по совести, как вообще относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих номерах, небось, слыхал ведь? Слыхал. Что же? Ничего не говорят. А так. Резирают. Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи. А ты ей ничего не плати, — бормотал Брекович, уходя. Не плати ей ни копейки. Пусть. Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую полночь они опять сошлись. Брекович, вкусивший сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи. И если не застает Халявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу, и пьет, пьет, и опять жалуется. И так каждую ночь. Субтитры создавал DimaTorzok